Эвакуация машин из-за нарушений правил парковки в Москве подорожает на 4%. 1 час 18 минут Знак авторского права РИА Новости, Алексей Куденко, снег в Москве. Знак авторского права РИА Новости, Алексей Куденко, снег в Москве. Архивное фото Москва, 1 января РИА Новости. Стоимость перемещения автомобилей из-за нарушений правил парковки в Москве вырастет на 4% с 1 января 2019 года, сообщается на сайте московского паркинга. С 1 января впервые в Москве с 2013 года изменится стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки. Тариф скорректирован с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены изменения составит 4% для владельцев автомобилей категории с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение сразу, продолжает действовать скидка в размере 25%, говорится в сообщении. Отмечается, что работа службы перемещения направлена на то, чтобы водители не нарушали правила парковки и всегда их соблюдали. Для нас важно не количество и стоимость перемещения машин, а обеспечение безопасного и комфортного передвижения для всех жителей города. Стоимость перемещения, несмотря на ежегодную инфляцию, оставалась неизменной с сентября 2013 года, и из-за этого сегодня она фактически ниже экономически обоснованной стоимости одной эвакуации, отмечается в сообщении. Вчера, 0 часов 22 минуты, парковка в Москве будет бесплатной. Ближайшие 9 дней уточняется, что за 5 лет работы службы эвакуации увеличились затраты на топливо, заработную плату водителей и техников, на ремонт и обслуживание эвакуаторов. В связи с этим возникла необходимость скорректировать тарифы на перемещение и хранение транспортных средств. Стоимость перемещения транспортных средств категории АЭФ с мощностью двигателя до 80 л.с. с 1 января составит 3,2 тысячи рублей, ранее 3 тысячи рублей, категории Ф с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. 5,2 тысячи рублей, ранее 5 тысяч рублей, категории Ф с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей 7,4 тысячи рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 49,2 тысячи рублей. При этом стоимость суток хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 520 рублей, ранее 500 рублей, категория в виде разрешенной максимальной массы, не превышающей 3,5 тонны, остается неизменной на уровне 1000 рублей, категория в виде разрешенной максимальной массы, превышающей 3,5 тонны, категория СИИ, а также негабаритных автомобилей 2,2 тысячи рублей, ранее 2 тысячи рублей, отмечается в сообщении. 28 декабря 2018 года, 16 часов 35 минут москвичей призвали внимательно парковаться в празднике, напомним, что оплатить перемещение и хранение можно в течение 60 дней с момента получения машины. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение сразу, продолжает действовать скидка в размере 25%. Сейчас почти 90% водителей выбирают именно такой вариант оплаты и получают скидку, говорится в материале. При этом в случае, если по окончании 60 дней перемещения и хранения все-таки не были оплачены, с водителя будет взиматься тариф, соответствующий полной стоимости затрат города на эвакуацию и хранение автомобиля. Отмечается, что количество жалоб от автомобилистов на решение об эвакуации составляет 0,7%, то есть почти всегда водители понимают, что их машина мешала движению и стояла с нарушением правил. При этом в спорных ситуациях департамент транспорта всегда занимает сторону автовладельца и принимает решение в его пользу.